Шо я вам не могу рассказать за Одессу? Я уверена, вы и так о них всё знаете, и если даже не знаете, то наверняка слышали. И даже если не слышали, то обязательно где-то читали, или, по крайней мере, были в нашем городе. Одесса славится прежде всего своим портом, превосходным одесским юмором. Каждый, кто хоть что-то слышал об Одессе, обязательно считает, что он тоже как-то причастен к этому прекрасному городу. Кто-то считает, что Одесса обязана вообще всем своим существованием непосредственно Российской империи. Но так ли это? Давайте разбираться. Как только Чёрное море отступило, обнажив современную пересыпь, оставив позади себя два лимана, именно лимана объясняю сейчас специально для россиян, потому что в Приморской черте болото вообще редкость, чтобы не сказать, что их вообще практически не наблюдается. Я не слышал ни одного случая. То есть бывают лиманы, бывают плавни, бывают заплавы. Почему вы всё называете болотом? И очень интересный вопрос. Не переносите, пожалуйста, на нас свой ландшафт. Хорошо договорились? Потому что я как человек, который вырос рядом с морем, я немножко в этом понимаю, что может быть около моря, а что нет. То есть бывают временные, конечно, случаи, когда вода, допустим, может зайти, но не может выйти. Но это не делает её болотом всё равно. Потому что там в глубине обязательно существуют карстовые грунты, которые просто задерживают воду, и она вот так вот медленно-медленно-медленно уходит. Собственно говоря, что нечто подобное мы наблюдаем с одесскими лиманами. Но дело в том, что они солёные. Это всё говорит о том, что море рядом. И оно влияет. Дело в том, что это место прекрасно себя чувствовало ещё в эпоху наолита. Даже сейчас в одесских катакомбах можно найти всякие разные древности, относящиеся вообще к совершенно любым эпохам. Люди в этом месте жили давно. Потому что это юг. Жить на юге элементарно комфортнее, чем на севере. И потому всякие вот такие социальные связи, потому разные социальные связи, они с большей вероятностью сформируются именно в южных краях. Потому что на севере холодно. Там коммуникация, конечно, возможна, но она возможна только в один сезон, и только если тебе посчастливится. Плюс там ещё есть языковые барьеры. Не зря у северных народов, как правило, очень сложный и очень многообразный язык, которого очень трудно запомнить. Это всё от звуки вот той вот изоляции. Но сейчас всё-таки мы возвращаемся в южные степи. Степь всегда остаётся в движении. И даже до славянских племён там был свой движ с так званными праславянскими племенами, которые некоторых можно условно назвать славянскими. Некоторые всё-таки относились к праславянской языковой группе, но, опять же, идентификация их спорна, если честно. Но, тем не менее, они тоже были, и то, что есть такие вот переходные народы, это нормально. То есть я против того, что мы славяне, поскольку я говорю на русском языке, я создаю контент сейчас на русском языке, мне важно объяснить прежде всего на русском языке, что я думаю по этому всему поводу. То есть в этой вот славянской среде не все племена были там абсолютными славянами. То есть не было вот такой идеализированной картинки, которую нам рисует российская история. Вот этого всего не было. Племена любят всякие периферии, всякие разные оттенки. Пришли славянские племена с представителями тюркской языковой группы. Так будет правильнее сказать. Они там перемешались, обменялись с детьми, допустим. Ну, чтобы двое вождей знали, что один другого не тронет. Это просто условие мира. Это условие мира, то, что когда встречаются два разных племени, и они понимают, что, ну, у них есть два варианта. Либо они сейчас поубивают друг друга и не выиграют, собственно говоря, никто. Либо надо как-то договариваться. Вот степь очень часто договаривалась. Даже когда через них проходило большое переселение народов, даже когда был движ на юг и в другие степи, местные славянские племена, которые были более южнее, они всегда были предрасположены договариваться прежде всего. Потому что, ну, смысл воевать, когда ты понимаешь, что если не придет один, так придет второй, третий, четвертый, пятый. И это вообще не закончится никогда. В ближайшие тысячелетия так точно. И это все определяет вот именно сам дух степи. Очень большое движение и очень велика вероятность того, что когда встретятся два представителя двух разных языков, они все-таки между собой договорятся. Ну, потому что здравый смысл, он все-таки иногда все-таки возобладает в нашей среде. Дальше у нас представители славянских и прочих народов двигает Ногайская Орда. Хотя, ну, как по мне, они, скорее всего, назывались Ногай. Ну, это более правдоподобно, я так подозреваю. Потому что Ногай – это уже адаптированное. Мне так и хочется их вот так вот назвать. Ногайская Орда, а не Ногайская. Потому что корни Ногайцев, они были из глубокой Азии, а там так просто не говорят. И что бы вы думали, когда пришла Ногайская Орда, тут же в степи Северного Причерноморья попросились генуэзцы. И они на месте Одессы обосновали свой порт. Они были не первыми и не последними, но они первые создали более-менее такой серьезный плацдарм. позже, когда придет Большое Княжество Литовское и основе тут фортификационное сооружение Ко-Чи-Бей, собственно говоря, он уже будет строиться на вполне себе обоснованном месте. не просто так из воздуха. Вообще, в истории вообще редко что из воздуха получается. Объективно говоря, история строится вот так вот поэтапно. Я уже говорила в одном своем видео, что мы, собственно говоря, стоим на корнях наших предков. Одесса развивалась тоже поэтапно. Один народ пришел, второй, третий, четвертый, пятый. Каждый что-то оставлял. И, собственно говоря, литовцы не построили свои прекрасные сооружения, очень модные на то время, кстати. Вот эти вот фортификационные сооружения в виде звездочек, они были в то время очень модные. Хотя, объективно говоря, их военный потенциал, если честно, оспаривается очень сильно. И на то есть несколько причин. Вне зависимости от того, были там, они окружены водой, что, если честно, редкость. Оно, в принципе, хорошо сделано уже в современных интерпретациях. А вот, ну, допустим, фортификационное сооружение князя Островского, оно было вполне себе на земле. Прекрасно себя чувствовало. Вот такая вот звездочка тоже. Такой хороший форт. Ну, я же говорю, это было не только дань военному искусству, сколько еще дань моде. Вот народ считал, что именно такая вот форма фортификационная, она как-то сохранит. И в том, что тогда мысль европейская, она еще только шла к тому, что надо создавать круглые башни. Все понимали, что четырехугольные не действуют, а круглые мы еще не придумали. И вот где-то между этими двумя периодами возникает вот такое фортификационное сооружение. Оно с одной стороны и не квадратное, но с другой стороны оно и не круглое, но имеет множество заломов, которые, да, не отчасти компенсируют ударную силу стенобедных орудий, но сказать, что они имеют там прям-таки стопроцентную эффективность, это не так. Оно колебалось где-то, я знаю, от 40 до 70 процентов, я думаю, оно выдерживало мощь, и то, опять же, смотря какую. Я знаю, что вот когда была серьезная осада крепости, то прям если бы туда притянули, допустим, стенобитное оружие прям передовой мощи, то, конечно бы, такая превосходная фортификация, она бы не выдержала натиска, просто потому, что углы заломов, они все-таки имеют свой запас прочности, который все-таки не столь велик, как ожидается. Но, тем не менее, и, кстати, наша дальнейшая история превосходно покажет то, что крепость Хаджибей, которые уже назвали турки-османы, и которые мы более-менее знаем. Опять же, они просто пришли и увидели, что какое прекрасное сооружение сделали литовцы. Как вы там говорите, он называется, Хаджибей? Да, ну вот будет Хаджибей. Все, мы решили. Нет проблем, вообще, они стали использовать старое сооружение. Уже на то время. Да, конечно, квартификационные сооружения, они очень часто реконструировались, ну, думаю, понятно почему. Просто потому, что, вот, если хочешь жить и выживать, ты должен это все реконструировать. Потому турки тоже реконструировали, но, опять же, это им не сильно помогло. Во-первых, у них были сильные конфликты с казаками. очень сильные, очень давно, очень глубоко. Казаки, когда видели турков, это же были прямо первые враги во степи. Конечно, казаки не сильно любили турков, и когда пришли россияне со своей геополитической игрой, они, конечно, решили помочь. Ну, это же естественно. Потому, собственно говоря, крепость Хаджибей была взята и казаками, прежде всего, и российскими войсками, потому что российских войск объективно было в то время около Одессы в данном случае не сильно много, плюс, я же говорю, в южной степи российские войска преимущественно использовали казаков. Они использовали их очень долго и очень сильно. Потому, сказать, что там прям посмотрел, как бы повели себя российские войска без поддержки казаков. Они не знали эту степь. Они, объективно говоря, плохо знают ее и сейчас. То, что я наблюдаю. Потому, завоевать можно то, что ты знаешь, то, что ты не знаешь, ты в жизни не завоюешь. Так не действует военное дело, в принципе. Чтобы победить врага, его надо изучить, прежде всего. Да, поэтому я часто использую российский язык и буду его использовать в прежде. И что бы вы думали, когда пришли российские войска, конечно же, они стали, что бы вы думали, использовать, конечно, старое сооружение. Ну, а куда ж? Они ж не могли придумать ничего нового. Тут, ё-моё, турки не придумали. Вы думаете, россияне чем-то лучше? Нет, они, конечно, не придумали ничего нового, но самое интересное то, что сейчас я просто проходила мимо, скажем так, у меня один ролик записан именно около стены Хадживейской, но дело в том, что там уже написано, что это склады российской империи, а то, что эти склады российской империи, повторно использовались российские империи, турецкое фортификационное сооружение, об этом, как обычно, ничего не упоминается. И россияне успешно живут в иллюзии, что когда они пришли на место Одессы, там вообще ничего не было. То есть, если послушать российскую историографию, там может создаться впечатление, что вообще ничего не было, а потом пришли россияне и сразу всё появилось. Нет, всё было несколько иначе. То есть, россияне успешно использовали крепость Хаджибей, точнее, уже то, что от неё осталось, потому что, когда пришли россияне, у них уже были более современные стенобитные орудия, конечно, старенькая крепость, она не выдержала. Она, если честно, и 200 лет назад была не сильно готова к хорошему младенцем, а уже в те времена там по-любому у неё просто не было шансов. Казаки помогли грубой силой и вообще своей военной хитростью, которая... Потому неудивительно, что основным населением Одессы в то время были, конечно, казаки. Я уже скользь объясню эпидемиологию слова Одесса, где-то тут. Но дело в том, что Российской империи нужен был порт. собственно говоря, царица Екатерина, она, конечно же, собственно говоря, она, опять же, как и все правители разумные, она использовала уже то, что, собственно говоря, есть, но надо так немножко улучшить. Но это реально более объективно лучше для государственной казны, чем так представляют себе российские историки. То есть Одесса всегда была приморским краем, там всегда были разного рода рыбацкий промысел, соляной промысел, он тянулся успешно прямо из глубины веков. И тут в рыбацком поселении на удивление возникает порт. Ну, кто бы удивлялся? Собственно говоря, лодки там были до Российской империи. Просто на этот раз лодки решили построить помощнее. Там ведь есть специалисты изначально, рыбаки же умеют строить лодки, ну, что им стоит построить лодку еще побольше? Ничего, собственно говоря. И именно используя местные ресурсы, Российская империя строит порт на месте Одессы. Но это еще не самое интересное в этой истории. Это, так сказать, вступительное слово. Согласно российской историографии, царица Екатерина дала Одессе, собственно говоря, статус порта Франко. А вы не подумали, собственно говоря, о каким образом это все произошло? то есть вот как вы себе представляете эту историю? Что царица Екатерина ночами не спала и думала об Одессе, конечно, о чем еще она будет думать? И решила, почему бы не дать Одессе, собственно говоря, статус свободной торговой зоны. Так все было. Я думаю, было все несколько иначе. Вот поставьте себя для начала на место Екатерины. Если не хотите думать снизу, давайте возьмем ваш любимый ракурс сверху вниз. Представим ситуацию. Вот сидит такая себе царица Екатерина. Есть у меня один любовник, постоянно мне мозги пудрит. Он думает, что если он любовник царицы, так ему прям таки все можно. Он немножко ошибается, но не суть важна. И тут вот этим женским разумием врывается вообще маленький такой чиновник и говорит, Боже мой царица Екатерина, не великознить, я тебя умоляю. Да Господи успокойся, Нет, лучше не великознить. Да ладно, что там случилось? О, там такое случилось. Не великознить, да успокойся, ты уже нет твоего царя, нет, ты уже меня не великознить, и все, да, никто тебя казнить не будет, точно, 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 честно, честно, да, да, начинай ты говорить, точно не будешь казнить, да, успокойся уже, фу, наконец, в общем, такие дела, царица Екатерина, в нашем маленьком городе, где-то там, на юге, там такие дела творятся, такие дела творятся, ужас, ужас, кошмар, что там происходит, да, что ж там происходит, я же просто поставила порт, что там может происходить, ты не поверишь, царица Екатерина, там народ, вот все, что с порта пришло, оно берет и грабит, вот так вот, почистую грабит, грабит, а потом продает, а кто не продает, тот вообще перепродает дальше за очень большие деньги, нет, ну, этого не может быть, с Одесского порта нам приходит очень много всяких разных товаров, ну, да, а ты знаешь, по какому принципу они нам приходят, ужас, ужас, кошмар, так, это тебе, это мне, это опять тебе, это обратно тебе, это все время тебе, ой, что ты хапаешь, что ты хапаешь, не, я такой фасон не ношу, ну, вы с этим как-то опробовали, броус, нежно пробовали, сажать пробовали, да, пробовали, и что, да и всех не пересажаешь, это вообще кошмар, в общем, где-то так между этими разговорами царица Екатерина решила, что, ну, ладно, пусть они там себе торгуют, пусть они выносят все, что есть из спорта, к себе там на рынок, он так, кстати, до сих пор и называется, привоз, что вы понимали, в Одессе есть две гордости, собственно говоря, порт и привоз, это прям сердце такой духовной Одессы, потому что куда Одесса без спорта и куда Одесса без привоза, но быть в Одессе и не побывать на привозе, да, это значит не побывать в Одессе, да, я вас умоляю, что вы там видели, если не привоз, там столько хороших людей торгует, вы что? Там прям легенды ходят об этом привозе, конечно, там можно все купить, все продать и перепродать и вообще и вот эта вот вся история тянется прямо оттуда. И царица Екатерина решает, хорошо, пусть будет Портофранко, но давайте договоримся, что Портофранко будет вот буквально в городской черте города. Это будет только город, без пригородов. И собственно говоря, в Одессе очень долгое время была улица Портофранковская, потом она стала называться Старопортофранковская. Она была очень длинная, сейчас ее поделили на три части, но тем не менее значимость ее для городской черты очень большая. Это тоже одно из таких самых исторических и коренных таких мест для одесситов. Когда пришли российские приставы и сказали народ, радуйтесь, царица Екатерина, милостью своей, даровала вам статус Портофранко, будьте так любезны, соблюдайте это все законодательство, иначе у нас с тюремной системой все хорошо, вы же помните. ну да, испугались мы вашей тюремной системой очень сильно, особенно живя около порта, очень сильно вы нас испугали, мы же договорились, вы торгуете свободно, но только в черте города, хорошо? Хорошо, будете вспоминять? Да, да, сейчас я тебя возьму и все контракты закрою, да, конечно, потому что ты так сказал. Конечно, сейчас я разбежался, ага, сейчас, судя по всему, произошло именно с той поры, когда ты вроде бы как бы соглашаешься по слову, но по факту ты не очень сильно тому рад. Конечно, местный народ подумал, ага, сейчас, ну, о чем вы еще мечтаете? Конечно, мы не будем исполнять, и в этот период у нас в Одессе начинает распространяться контрабанда. Да, нельзя вывозить за черту города, ну, кто вам сказал, что мы будем их выносить по суше, прям в открытую, ну, что, нас держите за глупцов? Нет, у нас катакомбы, что вы понимали. И сначала все началось буквально из таких маленьких проходиков, из одного дома во второй, которые можно было перейти буквально через улицу. Все началось из этого. Сейчас мы наблюдаем похожую историю с вот этими всякими украинскими выдумками вот буквально на границе Польши и Украины, где там история с сигаретами тоже просто ширится всякими разными анекдотическими ситуациями. И хотите сказать, что вы там прям милостью ваша это все происходит? Конечно, не дождетесь. Именно запретительные меры государства российского собой то, что в Одессе стал процветать криминал как таковой. Потому что вывести вот этот весь товар по-белому нельзя было. А у людей контракты горят. Опять же отказываться от них из-за того, что вам что-то сказал генерал-губернатор. Да, вы долго будете искать на юге таких глупцов. Это же вообще. Конечно, народ не хотел слушать. Конечно, для того, чтобы, допустим, вывести ночью по-тихому нужны были вооруженные люди. Эти вооруженные люди находились у бандитов. Потому одесский криминалитет он славится по-своему. То есть криминальная Одесса это отдельный пункт собственно говоря в истории города. Но это душа тоже одна из составляющей города. Не скажу, что это хорошо, но собственно говоря контрабанда она ведь не всегда возникает потому, что кто-то решил, что это прикольно. Нет. порой она возникает как реакция на обстоятельства. Это был именно тот случай. Народу запретили торговать по-белому, но он будет торговать по-черному. И он будет торговать, он будет договариваться, он будет договариваться с еврейскими общинами и прочими другими общинами, которых в Одессе было очень много. Большая и Малая Арнаутская это у нас собственно говоря, если мне не изменяет память, поправьте меня, это у нас армянские кварталы бывшие. Хотя они в принципе около хотя они считайте, что в центре Одессы. Не самый центр, но это классика жанра. Там раньше жили армяне, вот когда город только начинал строиться и как раз около привоза вот они там селились. Ну ничего собственно говоря в постройке инфраструктура сих пор не изменилась вообще. Как было, так и есть. Постоянно коренные народы используют пришлые народы. Не обижайтесь на меня, пожалуйста. А россияне этим всем собственно говоря администрировали. Притом администрировали они ну как обычно вот так вот. Они администрировали потому что Россия уделяла Одессе очень большое внимание вот именно с точки зрения престижа. Вот очень сильно хотели россияне ответить допустим той же Турции что у них там допустим вот у вас есть Порта а у нас есть Одесса. И были приглашены в Одессу всякие разные иностранцы. вы знаете Дерибас Деришли и так дальше. Очень много имен. многие из них были собственно говоря кто-то был городостроителем кто-то был зодчим они однозначно сделали вот ту картинку Одессы которую мы тоже знаем и любим но сердце Одессы от вот этой картинки оно всегда отличалось. То есть с одной стороны это пышная монументальность центра города а с другой стороны у нас есть привоз у нас есть катакомбы у нас есть другие районы Одессы которые славятся местными пареньками и которые решают дела они решали дела очень долго объективно говоря местный народ он до сих пор помнит вот именно вот криминальную составляющую в Одессе не знать местных бандитов как я понимаю ну по крайней мере среди мужчин это наверное считается небольшим признаком воспитанности ну как не знаю всех бандитов надо их знать надо уважать они тоже как бы почетные граждане города я сейчас преимущественно говорить на русском языке но опять же я считаю что это просто дань моде кухня в Одессе украинская вообще приветствуются всякие разные еврейские примеси потому что евреи у нас объективно говоря они первые с кем мы пойдем заключать контракты первые кто нас прикроет до суду допустим либо просто поможет по-дружески с евреем можно договориться буквально во дворе понимаешь такие дела у меня там есть контракт надо отвести ну допустим в Николаеве или еще куда подальше да хоть в сам Киев такой классный товар да еле-еле выдрал у российских всяких разных военных классный товар надо его отнести поможешь ну конечно помогу за сколько ну дам тебе там определенный процент да прекрасно ты в деле в деле ты тоже в деле в деле все отлично все класс вот это вот Одесса а не то что там одесситы должны еще быть благодарны российской империи интересно за что за то что захватили какая-то сомнительная благодарность не находит Одесса как и собственно говоря весь юг в тот период он вообще переживал очень бурные времена особенно вот между царствия когда рухнула российская империя ну было непонятно вообще что там будет на юге тут было рок-н-ролл вообще сплошной бесконечный сразу так на два года сплошного рок-н-ролла потому что могла прийти унр унр пришла именно в одессу и нормально пришла там не было не особого сопротивления не особого приветствия но такой народ смотрел потому что одесса она говорит преимущественно опять же старая одесса она традиционно говорит вот именно по-одесски я считаю что суржик вот именно в районе степи это как защитная реакция с одной стороны мы конечно помним свои украинские корни то есть даже если человек в Одессе говорит на русском языке думает он все-таки по-украински они все-таки никогда не были настолько русскими как и себя хотят показать нет они наши люди прямо в доску и у них не было никогда сопротивления к украинскому потому что это их земля они тут выросли они воспитывались потомками тех казаков которые пришли в Одессу они помнят вот этот весь многонациональный город вот это сердце Одессы это то что держит город они всякие там имперские легенды о том как Одесса очень сильно должна быть благодарна империи либо еще что лучше что Одесса без империи вообще никуда расскажите это кочерникам во степени конечно Одесса прежде всего чувствовала вот этот дух свободы то что принадлежит югу рядом в этот период беснуется батька Махно он тоже засматривается на Одессу но он ни разу насколько я помню он не подошел он пытался подходить несколько раз но только имел виды на Одесс насколько я знаю Махноута все таки в Одессе симпатизировали не все но всегда найдутся такие патриоты они симпатизировали батьки Махно но дело в том что красные помятую еще имперскую традицию они конечно были очень зациклены на Одессе и собственно говоря туда пришли красные потом белые потом красные потом еще англо-французские войска было движ в Одессе серьезно но тем не менее спустя два года уже советские войска отвоевали Одессу период когда начинается вот именно кинематографическая Одесса которую уже знают все поголовно которые видели конечно в телевизоре в разных хипостасях дело в том что народ той эпохи который жил в Одессе он был очень сильно воспитан на Одесской самости вот мы одесситы а есть всякие разные некоторые конечно мы любим свой город ну конечно и потому многие артисты того периода конечно они отстаивали друг дружку допустим Одесский музыкальный театр он он очень сильно такой за одесскую самость это я уже точно знаю и вообще привоз там вообще вся Одесса все слитки Одессы как со своими плюсами так и со своими минусами потому что не быть в Одессе не побывать на привозе не увидеть тетю Соню да вы что это означает не были бы в Одессе ни разу потому сразу как только вышли из жидо вокзала сразу идите на привоз встретят поцелуют расцелуют сказки расскажут кошелек отберут и отправят назад домой все Одесса справилась со своими основными возможностями есть очень много разного юмора в Одессе и кстати вот этот юмор не столько даже из-за того что Одесса веселый город хотя Одесса по-своему веселый город но юморная составляющая она как правило идет как хорошая защитная реакция ой я не буду сердиться я тебя заразу высну хочешь я тебя увековечу а у советской власти с юмором была тува как вы знаете советская власть юмор вообще плохо воспринимала плохо воспринимала то что Одесситы были далеко не самым покорным народом ну правда у людей горят контракты я же говорила притом горят они всегда вы тут им рассказываете о том что партия вас ведет партии вы обязаны и куда вы без партии Одесситы думают да не пошел назад на свою родину а лучше по-хорошему вот именно такие настроения были в Одессе я знаю Одесситы которые точнее я знала Одессит между прочим был водителем самого маршала Жукова когда тот переехал в Одессу и собственно говоря он говорил что его могли бы собственно говоря упечь за решетку было множество случаев но ему просто везло некоторое время и хотя он жил при советской власти никакой симпатии особой он к нему не испытывал он всегда врел что я Одессит а не я там советский человек у него не было никогда в жизни человек прошел войну он солдат еще тех времен и вот он за то что он Одессит не за то что Жукова Деса русский город и прочий имперский бред нет этого всего не было настоящие Одесситы они засамость это то что важно отметить Одесситы были засамость в принципе всегда даже в годы войны они выживали вот как умеет выживать причерноморский народ они использовали силу моря они использовали те же катакомбы знаменитые Одесса оборонялась очень долго дальше только была эвакуация города да советская власть не могла в годы войны не чудить вообще ни разу потому что в ходе эвакуации мы там наблюдаем когда правая нога не знает что делать левая тоже очень хороший признак дальновидной политики в те времена эвакуация была увезли самое главное вы там себе живите как хотите ах вы в плен попали но вы предатели родины по-любому по-любому предатели нельзя сдаваться в плен ах у вас выбора не было у советского человека всегда есть выбор как у самурая да вы не самурая ах извините вставайте тогда самураи учите китайстику японистику и прочие штуки вам это понадобится на будущее а то что мы наблюдаем сейчас я считаю что просто отчасти одесситам дурит голову собственно говоря российский телевизор потому что ну никогда Одесса не считала себя российским городом никогда за свою историю это очень самобытные они все стоят на одесской самости на то что местный народ жил и торговал несмотря на всякие разные там империи на то что он плевал на все запретительные меры российской империи сколько она существовала запрещали торговать да и рассказайте нам сказки не делайте нам нервы я вас умоляю создали такую проблему из такой мелочи кто украл я украл да две цистерны ужас а чем вы докажете мне интересно ах вы не докажете нет у вас видеокамер ну тогда звеняйте ну что я вам скажу вот такие дела такая одесса и за это мы ее все любим а я вам всем советую поменьше слушать всякую разную пропаганду лучше делать выводы своей собственной головой и на эту информацию самая ценная с вами была Ирина пока подписывайтесь на мой youtube канал субтитры